Я информационный дизайнер, занимаюсь презентациями в последние лет шесть. И сразу же, наверное, вопрос к вам. Как часто вы сталкиваетесь с презентациями в чатах и стихуала колеса, например? Постоянно. А как часто вы сталкиваетесь с презентациями, которые вам нравятся? Очень редко. Очень редко. Тогда предлагаю поменять ситуацию на рынке. Я делаю так, чтобы презентации, которые мы выпускаем, стали качественные и хорошие. И сегодня мы будем с вами говорить про визуализацию информации в презентациях. Визуализацию как качественной, так и количественной информации. И примерно вот как будет наша агенда. Мы поговорим, зачем, вообще почему нам нужно обращать внимание на визуализацию. Что делать, когда рисовать не умеешь, когда ты не являешься дизайнером. Как поступится количественная информация. Сейчас скажу вам небольшие секреты про презентации, которые решают коммуникационные задачи. То есть про презентации, которые как раз таки работают. И в конце я вам расскажу про один лайфхак, который я узнала, проработав определенное время уже в индустрии. Обратите внимание, что здесь есть этап локодирования. То есть когда вы видите зеленые цвета, значит мы уже перевалили за середину. Скоро будет конец. А если всплывает голубой, то буквально 5 минут, и мы закончим. Итак, поехали. Первое. Зачем нам нужна визуализация? Считается, что визуальная информация обрабатывается мозгом в 60 тысяч раз быстрее, чем простой текст или табличка. И, дабы не быть голословным, предлагаю вам сразу же убедиться в этом. Какое послание считывается быстрее? Сейчас я вам покажу две картинки, и вы ответите мне, что же вам легче воспринять. Первое. Или второе? Ну, логично. Второе. Почему второе? Когда мы читаем слово, когда мы видим слово, как работает наш мозг. Сначала линии складываются в буквы, в буквы, в слоги, в слоги, в слова. Дальше мы начинаем подбирать, а какое это яблоко? Допустим, когда я сделала эту презентацию, я поняла, что яблок на самом деле великое множество. Если вы будете, допустим, говорить про какое-нибудь там маленькое зелененькое яблоко, и будете говорить, что вот яблоко, оно зеленое и кислое, а другой человек в истории при слове яблоко, ему, например, он думает про какое-нибудь красное и сладкое. И возникает какой-то дисанализ. Поэтому, если вы будете сразу же показывать четкую картинку, то вы снимаете, знаете, какие-то вариативные трактовки ваших слов. Можно пойти дальше. Можно поместить ваше яблоко уже в какую-то историю, в какой-то контекст. Допустим, здесь уже не просто яблоко, да, а некий запретный плод. А здесь уже нечто такое опасное, страшное, угрожающее жизни. О том, что картинки воспринимаются намного быстрее, чем текст, чем слова, поняли уже давно. И на самом деле в нашей повседневной жизни мы с вами всегда с этим встречаемся. Это и сигналы светофора, и обозначение улиц, вся навигация, метро, стрелочки, все, что мы видим, это все и есть на самой визуальной информации. Это тот самый информационный социальный дизайн. Пока все понятно. Вот на этом этапе всегда все понятно. Но возникают, вот, допустим, такие случаи. Представьте, что вы поехали в отпуск, взяли машину, едете на трассе, и вам встречается такой знак. Дорожные знаки нам нужны для того, чтобы быстро сказать о том, что ждет нас впереди. Как вы думаете, что ждет нас через 600 метров? Абры. Что-то, что-то, ну да, фуру, возможно, такое прям, ну, крутое, ну, что, куда и вообще, как, непонятно. На самом деле все можно было сделать гораздо проще. То есть показать знак, который показывал бы, что через 600 метров ничего страшного не будет, будет просто крутой поворот, как бы, будь аккуратнее. Причем показано, что поворот будет направо. Пока тоже все понятно, да? А давайте подумаем, вот, исходя из этой картинки, кто куда должен идти? Девочки на лево, мальчики на право. Все согласны? Да. А дизайнер, нет? Поэтому, я не знаю, возможно, это бывает тогда, когда мы хотим, ну, что-то такое интересное придумать, может быть, заставить наш мозг работать, но все равно надо, чтобы не было противопоставлений очевидному. Кто-нибудь знает, что вот это такое? О, предыдущий или? Ну, вот это все примерно об одном и том же. Это проект. Проект называется I can speak. Ребята из Швеции несколько лет назад поехали в путешествие по Ближнему Востоку и столкнулись с тем, что они не понимают местных жителей, а местные жители не понимают их. Они создали проект, который называется I can speak. Это футболки, на которых изображены 40 пиктограмм. Пиктограммы посвящены абсолютно всему, что только вам может пригодиться в жизни. Это еда, какие-нибудь естественные нужды, развлечения, транспорт, абсолютно все. И при комбинировании разных икон у вас в футболке вы можете любому человеку, где бы вы ни находились, объяснить, что вам, допустим, нужно ремонтировать мопед, либо вы любите кататься на велосипеде около моря, либо вы хотите поесть что-нибудь острое. То есть все 40 пиктограмм покрывают абсолютно любой запрос. Но, к сожалению, это опять-таки работает не всегда. Это работает только в тех случаях, когда те самые категории, которые мы называем, которые мы шифруем иконками, они понятны каждому. То есть все мы знаем, что сердечек — это любовь. И это будет понятно абсолютно любому человеку, любого возраста на всех континентах. Когда мы начинаем что-то выдумывать и пытаться визуализировать что-то не совсем понятное, что-то абстрактное, как, например, дизайн или маркетинг, возникают проблемы. Допустим, если вы спросите, ну просто загуглите, что какой дизайн, то Google вам скажет, что дизайн — это вот это. Про маркетинг Google вообще совершенно другого мнения, нежели я, но здесь у нас скорее вопрос к тому, как работает поисковик. То есть если вы, допустим, покажете пазл, ни один из сидящих в аудитории, первое, мысль не будет, что это маркетинг. То же самое, если вы покажете диквы карандаши и человечка с мольбертом, он тоже не подумает, что это дизайн. Поэтому старайтесь избегать сложной, неочевидной или слишком субъективной ассоциации. И тут как бы пока тоже все понятно. Однако не всегда. И провалы, ну какие-нибудь даже не провалы, а просто ошибки случаются у всех. Например, гениальная, прекрасная студия инфографики Ирина Настей в 2009 году сделала потрясающую работу про права ребенка согласно конферции ООН. И мы помним, что картинки, они про... Ну, они, условно, картинка равно текст. То есть картинка должна говорить без текста. Давайте попробуем расшифровать, я не знаю, насколько все мы видим или нет, что значит каждая картинка. Вот, например, первое. Человечек, солнышко, дерево. Жизнь. Право на жизнь. 2 плюс 2 равно 5. Снание. Право на жизнь. Право свободно выражать свое мнение. Большой человечек, два маленьких и, видимо, кто-то еще знает. Семья. Еще варианты? Соси. Соси. Право на сохранение своей индивидуальности. Так, дальше значки связаны с религией. На свободу мысли, совести и религии. Да, с этим все проще. Дальше. Мама, папа, ребенок. Вот это семья. Право не разлучаться со своими родителями вопреки их желаниям. Вот это мой любимый человек с ложочком. Создал бить имущество в Америке. Ну, иногда они в Востоке, в нашем случае. Нет. Право на имя и на приобретение гражданства. А также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. Очевидно, не правда ли? Идем дальше. Книга и футбольный мячик. Право детей на уровень жизни необходимо для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Так, дальше. Мальчик-девочка с бантиками. Мальчик-девочка без бантиков. Право на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний. Ну и последний мальчик бежит к маме. Право поддерживать на регулярной основе отношения и прямые контакты со всеми родителями. То есть, вот это тот самый случай, когда... Оп, рано. Когда картинки не работают без текста. И здесь картинки нужны были скорее для того, чтобы, ну, не запомнить пустое место, но как-то визуализировать текст. Но картинки без текста здесь не работают. Когда вы используете программки, старайтесь, чтобы картинки были полностью взаимозаменяемыми текстом. И наоборот. Так. Кто это? Я, конечно, понимаю, что все световласые, бородатые, старцы на гравюрах, они так или иначе похожи, но тем не менее, вдруг кто-то знает. Может, это Алицентра? Алицентра? Не совсем. Это Эвклид. Тот самый человек, благодаря которому мы изучаем с вами геометрию. А кто-нибудь знает, кто это? На самом деле, это, к сожалению, практически никем неузнаваемый Оливер Бирн. Оливер Бирн — это обычный учитель геометрии, который жил в 1850-е годы. Но чем он велик, гениален? Он взял дома Эвклидовой геометрии и вел некое цветовое кодирование. Он раскрасил все абсолютно диаграммы, все-все-все, вел вот такое цветовое кодирование. И тем самым на печатном салоне в 1857 году он выиграл огромную премию, потому что это был действительно гениальный прорыв. К сожалению или к счастью, учебник в тираж не пошел. К счастью, почему я говорю? Потому что, чтобы вы понимали, вот к этим томам Эвклидовой геометрии идет практически целый том «Войны и мира», который описывает методологию, как работать с этими цветными фигурами. Учебник в тираж не пошел, потому что цветная печать была тогда дорогая, но, тем не менее, вот этот шаг к какой-то визуализации, к цветовому кодированию, он считал, что это облегчит восприятие и как-то заинтересует, возможно, детей в такой науке. Так, это было про визуализацию. Про то, что это важно и вообще зачем это нужно делать. Теперь давайте поговорим, что же нам делать, если мы не дизайнеры, если мы не учились нигде оформлять, делать макеты. На самом деле, хочу сказать сразу, что мне многие говорят, что я не умею рисовать, но это неправда. Рисовать умеют все. Вспомните себя, когда любили детьми. Мы все рисовали. До тех пор, пока нам кто-то не начал говорить, вот, у Пети получается лучше, или там, у Маши цветочек получился симпатичнее, чем у себя. И мы уже начинаем как-то себя забивать, сами загадяя в какие-то рамки, но на самом деле рисовать умеют все. Приводая вам некий набор принципов, держа которые в голове, ваши слайды, ваши презентации, они, в принципе, придут в порядок. Имеется в виду, что каждый принцип, он работает как для презентации в целом, так и для каждого слайда в отдельности. И первый принцип — это принцип фокуса. Когда мы говорим про фокус на слайде, мы имеем в виду то, что самое главное в нашем, ну, та самая формула, один слайд, одна идея, вот эта вот одна идея, фокус на нашем слайде, вот он-нибудь выделит. Когда я говорю про фокус, я всегда вспоминаю картину Дэмина Хёрста, великого, гениального, самого дорогого нашего современного художника, и предлагаю вам определить, где на этой картине фокусная точка. Мне однажды сказали, что фокусная точка здесь чёрная, и с тех пор я вижу только чёрные точки. Как вы думаете? Светлая правее середины. Светлая правее середины. Белая. Что это на смысл, что на эти фокусные точки? Да, здесь, ну, как бы мы начинаем выяснять, это может быть красная, может быть чёрная, может быть жёлтая, может быть белая правее середины. И мы понимаем, что, ну, как бы все точки фокусные, да, а когда всё в фокусе, значит фокуса как такового и нет. Поэтому старайтесь, чтобы на вашем слайде было выделено что-то одно, то есть чтобы не создавалось ощущение, что вы находите там на вечере, на какой-нибудь центральной улице Пекина, либо на площади Нью-Йорка, где всё мигает, светится, и вы не понимаете, боже, куда же меня смотреть. Покажите вашей аудитории, куда, как можно выделить вашу ту самую главную фокальную точку при помощи, ну, некой визуальной иерархии, да, это либо выделить её размером, сделать больше, либо формой, цветом, куда-нибудь вынести, да, сделать другое расположение. Я думаю, эти слайды мы сможем выслать, да, поэтому, ну, так, можете не консультировать, не фотографировать, это всё у вас всё будет. Сейчас будет очень важный слайд, и если вот про фокус, это был про, ну, визуальное, что-то такое, на один слайд, то здесь мы будем говорить про фокус вашей идеи, всей вашей презентации. Всегда предлагаю представить вам матрёшку, где есть что-то больше, да, то есть, ну, мы допускаем, что мы знаем по теме не всё, ну, что есть что, а чего мы не знаем. И вот это вот пространство вокруг матрёшки — это вся информация по теме, которая существует. Самая большая матрёшка — это та информация по теме, которую знаете вы. Матрёшка поменьше — это то, что вы успеете рассказать. А самая центральная матрёшка — это то, что аудитория запомнит, и что потом с этой информацией сделает. Я предлагаю вам всегда фокусироваться именно на этой самой главной центральной матрёшке, то есть на вот кочерыжке, на самой главной основной идее. Потому что когда вы будете надевать на вот эту основную мысль, как капустные листы, какую-то дополнительную информацию, которая, да, она относится к теме, но она не супер важная. То есть это не совсем то, что ваша аудитория должна вынести. Вы размываете фокус, поэтому всегда фокусируйтесь на самую центральную матрешку. Так, фокус. Следующий идет, это аккуратность. В аккуратности нам помогают самое простое, это направляющие линейки. Найти их не так-то сложно, они находятся в view или вид, если на русском языке, powerpoint, и линейки, грейдлайны и гайды. Все это можно выставить, что-то статичное, что-то можно двигать, самим регулировать. Пожалуйста, выравнивайте все. Следующее, это, ну, такое правило ZEN. Да, ваши слайды должны быть максимально простыми, максимально легкими, максимально доступными. И не бойтесь упрощать. То есть упрощать, это не значит, ну, это значит, чтобы вы, ну, избавились от ненужного, чтобы нужное могло говорить. Ну, тот самый принцип пищерыжки, да? Когда вы оставляете только самое важное, а все, что отвлекает внимание, вы убираете. Кто-нибудь видел этот граф экране. Это великая диаграмма, не менее великого Шарфа Минара, одного из первых информационных дизайнеров. Он делал потрясающие вещи. И вот одна из них, это диаграмма, которая показывает, как сокращалась численность наполеоновского войска при отступлении из Москвы. Что есть на этой диаграмме? Есть заголовок с неким описанием методологии. Есть сам график. На этом графике есть и численность, и города, реки, озера, все, что проходили военные. Здесь есть даже таблица температур, потому что считается, что наполеоновское войско скосило суровая российская зима. Если мы руководствуемся правилом дзен, то можно немножко, конечно, произдеваться над этим натворением, да, и получится что-то вот такого вида. Где у нас есть говорящее название. Потери наполеоновской армии за 6 месяцев военных действий 2012 года составили 98%. То есть это тот самый фокус, который вы сразу же доносите аудитории. Дальше вы доказываете этот фокус, показывая абсолютно две простые прямые линии. Там у нас есть легенда наступления и отступления. И города, откуда пришли, куда пришли. Ничего лишнего, но работает намного быстрее, чем вот это. Это смотреть интереснее. То есть если ваша цель дать пищу для размышлений, либо это презентация, которую вы отправляете кому-то, где у человека есть возможность приблизить, посмотреть, да, там, больше времени потратить на эту графику. Если ваша цель сразу же макнуть, условно, человека в вашу информацию, то вот этот случай, наверное, даже будет лучше. Очень важная составляющая вашей презентации — это эмоции. То есть почему это важно? Все мы работаем, к сожалению, наверное, не в уникальных компаниях. То есть так или иначе у нас есть конкуренты, которые занимаются более-менее одним и тем же. Будь то консалтинг, аудит, криптосоциальные проекты, типографии, дизайн студии, все что угодно. Когда при таком однородном потоке презентаций, однородном спросе, однородном предложении выигрывает тот, у кого с вашим клиентом выстраивается эмоциональная связь. То есть если вашему клиенту вот что-то вот зацепило, не знаю, что это может быть, это может быть абсолютно здесь не угадаешь. Надо просто стараться как-то вот вносить эмоции в вашей презентации. То есть что-то, не знаю, удивительное, либо что-то мега-супер-классное. Но постарайтесь всегда вносить какую-то вот такую свежую идею, свежую струю. Единство. Следующий, их осталось немного. Потерпите. Следующий принцип единства. И единство, это в первую очередь, единство идеи. То есть самое кочерыжки в вашей презентации основной мысли. Все, что вы говорите, должно быть все подчинено ей. То есть каждый у вас слайд, это должно быть доказательство вашей основной центральной идеи. Помимо этого, а как можно достичь единства в наших слайдах, когда мы ведем повествование? Ну здесь даже это и про единство, и про какой-то порядок. То есть все ваши слайды должны как-то, ну вся информация и на слайдах, и слайды сами внутри себя должны быть как-то связаны. То есть это либо некая экосистема, либо какой-то процесс, да, что идет одно с другим, либо это какое-то сравнение. Допустим, вы сравниваете, как спасают панд, и как спасают, не знаю, там, каких-нибудь лисят. Вы выясняете, что лучше, что хуже. Абсолютно что угодно. Еще это просто теоретическое единство. То есть если вы выбираете определенный цвет, определенные шрифты, то старайтесь использовать это во всей вашей презентации далее. Не надо каждый слайд делать похожее на вот какое-то произведение искусства. Нет, старайтесь, чтобы это было все ровно, едино и аккуратно. Если у вас есть корпоративный стиль, тогда вам ничего уже не нужно придумать. Все придумано за вас, просто используйте его. И так же будьте постоянным. Если вы начинаете свои заголовки в левом верхнем углу, начинайте их там всегда. Не нужно, чтобы заголовок скакал по всему слайду, потому что у человека после третьего, четвертого, пятого слайда у него уже вырабатывается такой иммунитет. То есть он понимает, что заголовок всегда в верхнем левом углу, а в нижнем левом углу всегда спрашивающая информация. И тогда если ему что-то непонятно, он всегда смотрит уже в эти углы. Если он там это не находит, то начинаются какие-то проблемы. Он дезориентирован уже на слайде. Не надо путать вашу аудиторию специально. Вы просили чек-лист, с чем сверяться. Ну вот, как бы, да, фокус. Один слайд, одна идея. Всегда помним про центральную матрешку, про кочерыжку. И вспоминаем, что контрастное, главное, мы всегда выделяем. Помним про дзен. Убираем все лишнее и делаем вашу информацию настолько доступной, чтобы было понятно даже в детском саду. Потому что все наши топы, для которых мы делаем презентацию, все это тоже люди. И они устают за целые месяца и год, они устают за бесконечный поток вот этого сложной, непонятной информации. Скажите проще. Не нужно усложнять, не нужно вот этих вот всех кривых, каких-то там сложных канцелярских фраз. Говорите свободно и просто. Это есть. Дальше аккуратность. Все ли ровно, все ли причинной иерархии, все ли структурированно. То есть, если выделяете заголовок, как у нас есть в Орде, стиль оформления. Заголовок первого порядка, второго порядка, третьего текста. Посмотрите, что в презентациях у вас было то же самое. То есть, если вы заголовки выделяете одним цветом, таким-то шрифтом, делайте это везде так. Под заголовки другим каким-нибудь. Единство, единый стиль и вот единство идеи. Только самая наша основная центральная миссия, та самая черышка. Это было про, ну, такие правила дизайна, скажем так. Теперь мы переходим к количеству информации. Такой немножко, ну, сухой блок, но давайте попытаемся его пережить. Это уже, кстати, ближе к зелененькому обратите внимание. Так, как посчитываться к количеству информации? Зачем нам нужны графики? Почему мы используем их в нашей работе? Потому что считается, что графики, они помогают, ну, диаграммы помогают нам показать связи быстрее и чётче, чем при помощи таблиц и текстов. Собственно, для того же, зачем нам нужна визуализация? Всё. И тут как-то вроде всё понятно, но опять-таки не всегда. Абсолютно реальный пример из реальной презентации. Более того, имейте в виду, что ваши презентации, ваши работы, они очень часто распечатываются в чёрно-белом варианте. И все вот эти вот ваши градации цветов, они сливаются всегда выше, ну, представленные, ну, одним всем цветом. И когда вы смотрите на этот график, не всегда понятно, а где же какой цвет? Особенно, если отсутствуют легенды, то это вообще караул. Чтобы этого не было, что нужно делать? Джин Желязный, он один из основателей вообще информационного дизайна в среде, ну, таких бизнес-среды, он предлагает три шага, которые помогут вам нарисовать ту самую идеальную диаграмму. Это идея, определить тип сравнений и определить тип диаграммы. Начнём с идеи. Если у вас есть листики, а если нет, то мы можем их раздать. А просто листики у нас есть в белом. Предлагаю вам сейчас попробовать нарисовать, ну, на скидку, не знаю, 1, 2, 5, 10, сколько угодно графика, которые, вот как вам кажется, можно сделать из этой диаграммы. Есть карандаши. Есть карандаши. Есть карандаши. Есть карандаши. Если кто-то хочет, может кто-то будет сегодня наключать, попробовать нарисовать. Так, сейчас прощайте. Есть желающие? Есть. Да, желающие. У нас есть две компании. Компания А и компания В. Есть некие показатели, там, не знаю, условно, пусть будет продаж на 7, и в юге, в западе, в востоке. Могут быть проценты. Сегодня, по-моему, каждые 100%, поэтому, скорее всего, это процент. Простите, нам тоже надо нарисовать? Да, да, все могут нарисовать, конечно. Отлично. Отлично. Еще один. Продолжение следует... 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 Их 5. Первое из них это компонентное сравнение, где мы показываем процент.